Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представниками громадскости. Беларусскими и замежными журналистами. Телерадио компания Гомель начинает новый проект. Цикл видеоматериалов, присвеченных 100 годю с дня заснования беларусской милиции. У Гомеля подвели выники четвертого областного конкурса сирот навученцев и работников установ профессийно-технической и средней специальной эдукации спадшина. Оранжевые узловые небезпеки обвешаны сегодня на Гомельщине. На порядок днём ночи на большей части территории в области прошел мощный снег. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представниками громадскости, беларусских и замежных СМИ. Мероприемство прошло в поширенном формате под огульной назвой «Великая размова с президентом». На встречу запросили так само шматликих экспертов у разных сферах экономики. Своими меркованиями об закранутых у размове темах с нашими корреспондентами поделились представники громадской навуки и вытворшасти. «Великая размова с президентом» начинается с пытанью, яке керавнику державы задают не непосредные, а удельники диалогу о жихарах разных городах Беларуси. Пытания самые разные – от поддержки фермерских господарок до працевладкования молодых специалистов. И еще одно, якое цикавить у всех жихаров Беларуси – рост зарплат и повеличение пенсии. Александр Лукашенко бачить только одну реальную махчимость. Александр Лукашенко – пиракананы. Середняя зарплата у 500 долларов – это тое минимум, який держава повинна да помахчы человеку отрымать. Але это не значит, что на месяцах не повинны мкнуться зарабить самостоянно. Керавник державы нагадывая, мы живем у рыночной экономицы, але у нас вельми шмат льготников. Сегодня значная частка айчинной продукции мае вельми высокий себе кошт, что не дозволяе выплачивать значные зарплаты. Бодай самое рациональное в истепи – переход на выпуски новоцинной продукции с высокой добавленной вартостью. Але по культу кипадыход назирается далеко не на усих предприемствах. И тому есть причины. Очень правильно затронут был вопрос вот относительно чего, что сегодня мы действительно имеем довольно много льгот. И очень многие рассчитывают на их получение. И опыт других стран, он зачастую говорит о том, что при таком подходе и субъект хозяйства, и регион, допустим, которому предоставляется льгот, он несколько демонстрирует такие иждивенческие настроения. То есть если я не смогу, значит мне окажут поддержку. Да, все равно кто-то развивается лучше, кто-то хуже. Цель государства, в общем-то, чтобы дифференциация была минимальна, поэтому поддержка это будет обеспечена. И вот в этих условиях действительно важен очень такой адресный подход к предоставлению льгот действительно тем, которые в этом нуждаются и которые действительно могут обеспечить внедрение инноваций, которые не являются новыми, допустим, для данного предприятия, действительно являются новыми для рынка. Большая частка питания у подчас великой размовы с президентом тычилась и экономичного блоку. Модернизация вытворчастей и новые рынки – сегодня это приоритетные накерунки для белорусских предприятий. Тем более, что становшие приклады есть и их немало. Теперь от партнеров акционерного товариства «Спартак» больше 25 краин света – от Монголии до Случанных Штатов Америки. В прошедшем году мы отгрузили в Китайскую Народную Республику примерно на 500 тысяч долларов. То есть можно сказать, что это открытый рынок, который мы нашли. Целый год мы вели переговоры по контракту и мы его подписали. И отгрузки осуществляли порядка 135 тонн. Мы подписали контракты с Ливаном, с Вьетнамом и осуществлены первые поставки туда пробные. И если говорить уже про этот год 2017, то уже буквально за этот месяц, который прошел, у нас подписан новый контракт с Ираном. Олег Сентюров, Сергей Нигеревич, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Выники социально-экономичного развития «Гомеля» за минулые планы на этот год обмерковали на посяджении Гарвы Конкама. Семь основных метовых показчиков летось выполнены шесть. Сярод их экспорт товаров и послуг, промые замежные инвестиции, показчик по энергосбережении, а так само працевладкование грамадзян за кошт створения новых предприемств и вытворчастей. До речи, о пошне был перевыконанный усяго за три первые кварталы. За этот термин створено маль 2800 новых працовных мест. У вынику узровень беспрацовья на початок 2017 года склав 1%, при том, что прогнозная личба была в два раза больше. Годны показчики по развитию приватной инициативы. Летось у «Гомеля» з'явилося 407 новых предприемств. Они створались практически во всех сферах, але шастей за усе в галине АйТи и транспортных перевозок. Это один из лучших показчиков сиротобластных центров. Але есть резервы и для дальнейшего роста. Далекие надею складают на створенный в минулом году инкубатор малого предприемства. Еще один из показчиков – номинальная наличная среднемесячная заработная плата. Она склала крыху больше, как 689 рублев. Работа над повышением помера заработной платы будет одним из головных приоритетов в этом году. Перед городом стоят еще задачи, решение которых необходимо и в текущем году. Это, прежде всего, сокращение издержек производства, рост экспорта. И, конечно, задачи, которые поставлены перед нами руководством страны – рост благосостояния населения. И именно эти задачи мы будем ставить в качестве приоритетных на 2017 год. Сегодня на Гомишине обвешаны оранжевые узровые небеспеки. На перее до дневной машины на большей части территории в области прошел моцный снег. Такие несприяльные умовы на дворе ускладнили дорожную обстановку. Подразделения Держа-Аутоинспекции переведены на узмоцененный вариант неосенней службы. И они ожитивляют постоянный мониторинг за станом дорог и перемещением автомашин. Кабашисе дорожное полотно и опрацевать его с упроти гололедными сумесями была выведена специальная техника жилево-коммунальной господарки и инших службов. Улиживающие несприяльные умовы на дворе, супрацовники Держа-Аутоинспекции нагадывают водителям и пешеходам быть особливо уважливыми и пильными на дорогах. Хотелось бы напомнить водителям о том, что в связи с ухудшением дорожных и метеорологических условий согласно правилу дорожного движения пункта ПДД-87 водители обязаны соблюдать безопасную скорость для движения, которая в случае возникновения препятствий или опасности позволит им остановиться. Пешеходам хотелось бы тоже напомнить, что при переходе проезжей части, в связи с тем, что проезжая часть скользкая, у транспортных средств и лиц, которые ими управляют, возможности остановиться внезапно просто нет. Поэтому еще раз напоминаем, что были эти участники бдительные, аккуратные при пересечении проезжих частей. По информации областного гидромедцентра, заутро на Гомельшине будет безыстотных опадков. Температура поветра в день прогнозуется от минус 1 до минус 6. А у понеделок похолодая. 6 лютого температура на протягу суток в складе от 8 до 13 градусов ниже и за 0. Дискомфорту додасть ветер. В день максимумы порывы до 14 метров за секунду. По попередних прогнозах, наступный тыдень будет морозным. Акчима понижение температуры поветра до минус 18 градусов в день и минус 20 в ночи. Телерадо и компания Гомель с сегодняшнего дня начинает новый проект. Цикл видеоматериалов, присвеченных 100 годов с дня заснования белорусской милиции. В центре уваги история становления гомельского подразделения, внутренних справ, подвиги и заслуги офицеров, найбольше значные падеи и гучные криминальные справы. Абтым, як стваралася гомельская милиция, з якими тяжкостями и выкликами сустреліся на початку 20-го стагодзя перші офіцеры гэтага подразделення, наш наступный матеріял. 1919 год. Час становлення советской улады разом з тым разгулы Украине подпольных узброєнных силы бандформірованню. Акчима не було б на сторонках гісторы і стварэння гомельской милиции героичного подвигу, калі б не одна значная падея. Анты урадовым мятеж под керавністом Младіміра Стрекопытова. Былога царськага офіцера, загадчика господаркі 68-го батальйона Червонай армії. І он пасутнасті скорыстаўся бунтом Червона армійців. Іхні жаданнім істі на фронт і неудалым выступлінням 68-го палка супрацсіл Сімона Пятлюры. Пасля чаго ў выніку бліскучай промовы перад дезіртырами. Став лідарам мятежнікаў. З нікалькіх батальйонаў Стрекопытовым был сформірованай адзіны полк, прапатрымцца якога на часы тарэторій сучасны гомельщаны. Лідар паустанцев хотів обвестити створыння Русской Народной Республіки. Он заявил солдатам, що двигатися в Россію нелезя. Троцкина за уход з фронта і побег, оставлений позиції, не помилує. Поэтому давайте устроимо здесь, вовлечем, скажем так, небольшую революцію, вовлечем в нього як можна більше народу, а потім будем предъявляти свої услові. Чисто із цих соображений, я думаю, вони і устроили этот, скажем так, захват города. Супредстоять мятежнікам довелося московскому отрадуся Россіській надзвучайній комісії, парт актіву, інтернаціональній роті і першім отрадам гомельській міліці. Паустанцы захапіли чыгоночний вузіл, гарадською турму выпустили на волі осуджаных, узяли під контроль Телеграф. Долгі часы мудавалося дезінформоваць советську ладу лживыми повідомленнями. Основные шпадзеи, зв'язані з абаронай гомель, развернулися у гостініці Савой. Тепер гэта будинок старога універмага. Узначалі у групу оборонців іпаліт Вайцеховіч. Так в обороне гостіниці Савой, кроме Вайцеховіча, приймали участь і многие інші милиціонери. Один із них, Колбовський, оставив следующі виспомінання, із котрохи найбільше запомнений строкі. «Когда банди ворвалася Савой і пулемет вже очутився в їх руках, я рішив зживим не здаватися». Ну, милиціонер вижив у круговірці гражданської війни, а вот один із первих начальників гомельської уїздної милиції Вайцеховіч погиб. Увы, ніку солдат із Трокопытова узяли над коммунарами вверх. Пообіцавши заховати оборонців житті, мятежники промусяли їх покинуть гостіниці. Однак не стремали слова. Частку офіцеров расстріляли одразу. Остатніх кинули за крат і покарали поздні. «Впоследствію все члены ревкома – это Орбах, Белецкий, Ланге, Комісаров – были убиті, причем зверські. І в честь герой революції были названы улицы города Гомеля». У своїх руках строкопытовцы тримали Гомелюся год-три дні. 27-го сакавіка 1919-го года поміж бригадой мятежніков і частями Червоной армій почалися бої за обласний центр. Повстанці отступили спочатку у Речицю, а потім были збольшага ліквідованы. Выживші мятежніки долучилися до отрадаў Пятлюры. Подзвіг коммунара он назавжды трапів на сторонкі історії гомельській милиції, яка по сутності як особне подразделення сформіровалася праз 20 дн пасля гэтых падей. 18-го красавіка 1919-го года. Александр Гамоля, Максим Савін, Дмитрий Радзянко, Телерадио, компания «Гомель». Былы выхованніць обласного палацца творчості дзятсі і молодзі Міхаїл Вага сустрэлся з наведвальніками установы. Малады чалавек, вядомы як вынаходнік кістівога тренажёра зарадкі для мабільных тэлефонов. С кожным днём гэтая прылада завайовывая ўсё большую популярність ў інтернеті. Гамельчанін самастойно написав програмнэе забеспячэнні і сабраў зарадку. Ёй механічна енергія перапрацовываецца ў електрычную. Прэнцып просты, аднак да гэтага ніхто не спрабывав ў васобіць ідею ў жыццё. Міхаїл апублікаў праэкт на краудфандзінгавай пляццовцы і сабраў на реалізацію ідеи 90 тыс. євра. Зараз вынаходнік плануе наладзіць вытворшыць ў Біларусі. А пакульс ўстрэлся са школьніками, праграмістамі і выкладшыкамі Гамельцкага палацца творшыці, каб падзяліцца незвычайным вопытам. Идея пришла ад праблемы. У меня каждый день разряжаецца мобильный телефон. Хэндэнэжі работае так, што вы даёте первоначайне вращение ему, і потом, кэда ротор запускаецца в нём, вы падзяжываеце вращение вашей кисти. Вот. І кэда вы вращаеце кистью, то тогда вы генерируєте энергию. Предложение є. Сотрудничество Китай, Германия, Біларусь та жа самая. Но мы-то нацелены производити в Біларусі встречи. Ну, во-первых, это хорошо, когда в окружении вас люди такие же, каки вы сами, і которые стремятся к чему-то лучшему. Ну, я дам напутствие, совет, то есть я разложу всё по полочкам, именно и мотивационные какие-то штучки расскажу, и как двигаться дальше, что не надо ничего бояться, делать и не остановляться. У Гомеля подвели выники четвертых областного конкурсу сярод навученцев и работников установ профессийно-техничной и середней специальной эдукации «Спадшина». Выбор профессии – одно из самых важных решений у житті человека. Селита областный конкурс «Спадшина» был накерован не тільки на патриотичное выхование молоді, але и популяризацию профессийной эдукации. Сярод конкурсантов, будучи повары, цырульники, наставники, музыканты, будовники и представники інших профессий. Каб не тільки рассказать, але і показати особливості своєї професії, удельники конкурсу подрихтовали тематичну выставу. А на концерте глядачам представили лепшіе конкурсне номары. Вызначить пераможців членам жюри було доволі непросто. Селита на конкурс поступило більш за 250 работ з 54 установа эдукації Гомельської області. Сярод пераможців у п'яти номінаціях Ловівський педагогічний коледж, Решевський аграрний коледж, Рогачовський професійно-технічний коледж будовніков, Гомельський професійно-технологічний і Приборський аграрно-технічний ліцей. Гэта іншая новіна вы можете знайсти на нашім сайті у інтернеті па адресі www.tsvergomel.by На гэтым випуск завершенный у студії працаваў Александр Гамоля. Добрых вам новінаў і сачыця за ефіром. Редактор субтитров А.Семкин